Моя Пинщина Я уеду жить в Ласицк. Такое решение наверняка примут те, кто давно стремится покинуть город и начать жить крестьянской жизнью, заниматься натуральным хозяйством. А мотивация есть – от условий труда до романтики. Здесь, в 50 километрах от Пинска. Первое письменное упоминание об этих приграничных землях, омываемых тремя большими реками, датируется XV веком. С тех самых пор одним из главных промыслов местных жителей остаётся рыбалка. Рекостырь, к примеру, считается самой рыбной на Полесье. Сегодня в Ласицкий сельсовет входит 8 деревень – Паре, Ладорож, Остров, Борки, Вешня, Трушево, Жёлкино и, собственно, сам Ласицк. Далёкий от города, но, как выяснилось, очень даже привлекательный для молодых специалистов – и зарплатой, и жильём. Для пинчанина Александра Юшкевича СПК «Ласицк» стал первым местом работы, которым, признаётся парень, доволен. Окончил я Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность маркетинг, факультет бизнеса и права. Пошёл по распределению, ничего плохого не могу сказать, работаю, по сути, доволен. Живу, здесь предоставили мне жильё, домик, свой уголок имею. Здесь вполне приемлемые условия для проживания, можно жить и чувствовать себя комфортно. Мнение Александра разделяет и его старшая коллега Галина Аркадьевна. Я работаю в этом хозяйстве главным экономистом с 97-го года. Закончила я также Горицкую академию. Наше хозяйство всегда было на хорошем счету. Сейчас оно в десятке лучших с приходом Сергея Николаевича. Каждый год что-то совершенствуется, модернизируется и всё делается для блага и во имя наших работников. В СПК Ласицк сегодня трудится 150 человек. Средняя зарплата по хозяйству составляет порядка 500 рублей. Местное руководство убеждено, работы хватит всем – и своим, и приезжим. Благо, развитая экономика в хозяйстве позволяет высказать такое утверждение. На сегодня в хозяйстве можно работать и зарабатывать, и хорошо жить. Территория хозяйства сельхозугодий почти 5000, башни – 200. На сегодняшний день 3500 крупнорогатого скота. Имеется 970 дойного стада и 80 голов мясных пород абердин-ангусы. Хозяйство занимается в основном мясомолочной продукцией. На сегодняшний день хозяйство экономически планово развивается, рентабельно, кредитами практически мы на сегодняшний день не пользуемся. И с техникой в Ласицком кооперативе всё в порядке. Местный мехдвор насчитывает 4 зерноуборочных комбайна, 12 машин и 24 трактора. Рост и развитие хозяйства за последние годы подчёркивает руководство района. По многим показателям оно считается одним из лучших у нас в районе. И, конечно, так как оно развивается, хочется туда и новые силы рабочие, чтобы приезжали люди. А для того, чтобы они там работали, там создаются практически все условия. Выделяется и жильё, также социальная сфера там есть, и школа, и садик. Поэтому, в принципе, если человек любит работать на земле, любит сельское хозяйство, там созданы все условия для его развития. Налажена в деревне и культурная жизнь. В местном клубе есть место как танцполу, так и самобытной экспозиции с ткацким станком и рушниками. За местное народное творчество отвечает Людмила Ломака. Вот уже четвёртый год. Ну, в Лассицке в клубе интересно, конечно, работать, потому что, во-первых, люди здесь знают один одного, общаются между собою. В клуб приходят и дети, и взрослые. Всем, конечно, интересно. Но мероприятия проводятся различные, как и для детей, для молодёжи, постарше и постарше. Для разных категорий населения. В самой деревне у нас очень красивые места. Места здесь действительно завораживают. Того, кто всё же решит сюда переехать, как уверяют местные жители, ждёт насыщенная, счастливая жизнь. Ещё год назад здесь были топи и непроходимые болота. Теперь, благодаря усилиям Пинского района и Пинского пограничного отряда, построена новая дорога. Теперь, чтобы попасть в деревню Семиховичи, не нужно транзитом проезжать по территории Украины. Реализация масштабного проекта по строительству автомобильной дороги Невель-Семиховичи позволила соединить два населённых пункта Пинского района. На строительство дороги, общая протяжённость которой составляет 12,5 километров, тогда было выделено около 35 миллиардов белорусских рублей бюджетных средств. Улучшились и условия несения службы пинских пограничников на посту Невель. В прошлом году сдано в эксплуатацию новое здание, в котором, в отличие от старых строительных вагончиков, предусмотрено всё для комфортного размещения военнослужащих. Свою службу и выполнение задач по охране рубежей нашей страны пинские пограничники осуществляют в тесном взаимодействии с местными органами власти. С сельсоветом у нас очень тесные взаимодействия. Минимум раз в месяц встречаемся, принимаем участие в заседаниях пунктов охраны общественного порядка. Раз в квартал подводим итоги. При сельсовете также создана добровольная дружина из числа местных жителей. При каких-то изменениях в законодательстве также сельсовет оказывает нам помощь в профилактической работе с местными жителями. Семь населенных пунктов Хойновского сельского совета находятся в пограничной зоне, на территории, которая граничит с Украиной. Здесь проживает какая-то часть украинцев или тех, чьи родственники живут в сопредельном государстве. И в повседневной деятельности руководству сельсполкома приходится сталкиваться с решением вопросов по соблюдению пограничного законодательства и контактировать с сотрудниками пинского погранотряда. Мы делаем общее дело, мы поддерживаем порядок на этой территории. Мы следим за соблюдением вот этой законности. Но наши люди непосредственно сталкиваются, потому что сегодня, въезжая в пограничную зону, есть правила въезда в пограничную зону. Мы это все доводим до нашего населения, но они уже давно об этом знают, конечно, потому что в каждодневной жизни с этим сталкиваешься. Ну и вот начиная от выдачи вот этих справок, от порядка пребывания, особенно иностранные граждане как пребывают. То есть мы вот эту разъяснительную работу ведем. Ну и бывают, конечно, вопросы, которые мы не можем сами решить. И мы непосредственно обращаемся к нашим сотрудникам пограничной службы. Пограничники оказывают помощь в решении многих социальных вопросов, принимают участие в благоустройстве деревень, ухаживают за памятными местами, помогают местным жителям престарелого возраста. Вместе отмечают главные государственные праздники – День Победы, День Независимости Республики Беларусь. Я думаю, что сегодня, исходя уже из событий на Украине, многие начали немножко по-другому воспринимать. И мы чувствуем, люди наши чувствуют свою защищенность какую-то, что вот есть порядок, есть силы, которые нас защитят. Более 1100 человек проживает на территории Ласицкого сельского совета. И практически каждый местный житель знаком с теми, кто несет здесь свою службу. Благодаря содействию руководства СПК «Ласицк» начальнику пограничного поста «Ладорож» предоставлена благоустроенная квартира. Определенные средства местным сель-исполкома были выделены на укрепление материальной базы пункта упрощенного пропуска Трушева. К примеру, на устройство навеса в 2014 году сель-исполком перечислил 118 миллионов рублей. Наши пограничники, они выполняют функцию не только охраны государственной границы, но и охраны общественного порядка. Потому что, ну, не всегда участковый может попасть в ту или иную деревню, потому что в нашу участковую и нет автотранспорта. А наши ребята, они на виду всегда у наших жителей. Поэтому, в первую очередь, они могут даже обратиться к нашим пограничникам, потому что они всегда у них на виду. Во-первых, это и их предназначение, так как они являются представителями власти в регионе. И порою военнослужащие парничного поста или парничной заставы, человек в форме, является тем носителем закона, тем символом правопорядка в регионе, в самом отдаленном уголке, в самой, казалось бы, на первый взгляд, глухой деревушке или селе. Отсюда и отношения идут для того, чтобы получить информацию, идут для того, чтобы получить помощь. И сегодня мы не чураемся никаких форм добродетелей, начиная от разъяснения законодательства, не только государственной границы, а в целом право Республики Беларусь. Заканчивая их хозяйственными бытовыми вопросами, если необходимо кому-то помочь наколоть дров или оказать какую-то посильную помощь с применением нашей техники, конечно, это все уместно. Люди в погонах очень часто и гости в Ласицкой средней школе, где они проводят занятия в кружке юный друг пограничника, который посещают так называемые трудные подростки. Пограничники у них пользуются довольно таким высоким авторитетом. Вот они идут с ними на контакт, выполняют все их указания, которые им они дают даже по поводу поведения на уроках. Они проводят с детьми самые разнообразные мероприятия. И спортивные, и стрельба, и оружие. Очень нравятся детям походы совместные с пограничниками. Даже мы практиковали уже многодневные походы с ночлегом в полевых условиях. Реализацию государственной пограничной политики пинский пограничный отряд осуществляет в тесном взаимодействии с пинским райисполкомом. Не реже одного раза в квартал состояние пограничной безопасности в регионе рассматривается на заседании специальной комиссии, куда входят представители различных структур и организаций. Рейсполком является тем координатором, который на общей ниве нас сплачивает и позволяет грамотно, спокойно разрешать любые сложившиеся проблемные вопросы. В содействии органов пограничной службы со стороны местных властей в обеспечении пограничной и общественной безопасности имеют давние традиции на Пинщине. Я полагаю, что наши взаимодействия, наши связи будут только укрепляться. Прежде всего, основу их закладывают те руководители. И я хочу выделить персонально председателя районного воспоминательного комитета. Благодаря Валерию Васильевичу очень многие вопросы не только находят иной формат разрешения, но и позиционируются иначе. Сегодня полный конструктивный диалог, взаимопонимание. Поэтому я желаю Валерию Васильевичу, а в его лице всем жителям Пинщины, крепкого здравия, благоденствия, мира и согласия. В один из солнечных осенних дней в деревне Пинковичи состоялось открытие детской площадки. Символично, что это произошло накануне школьных каникул. Игры на свежем воздухе для ребят – прекрасная альтернатива сидению за компьютером. Для жителей деревни Пинковичи это событие стало настоящим праздником. А для Пинского района это добрая традиция – дарить детям такие нужные и полезные подарки. Игровая площадка станет центром притяжения для многих детсадовцев, школьников и их родителей. Здесь с пользой провести время смогут и малыши, и ребята постарше. Речь о том, что детскую площадку необходимо построить, шла речь давно. Действительно, здесь детей очень много. Наша школа самая большая в районе, садик самый большой в районе. Поэтому и место здесь такое красивое, что просто просится. Но и место обговаривалось, и вместе с районным исполнительным комитетом. Выбирали вместе с районным ЖКХ, чтобы оно было и на виду, и возле школы, как центр. Средство на такое нужное и благое дело выделил Пинский райисполком, понимая, что детская площадка станет отличным местом отдыха для сельских малышей, которые любят развлекаться на свежем воздухе. Всего было израсходовано около 10 тысяч рублей. Чтобы осенние каникулы прошли веселее, спортивный игровой комплекс был возведен в кратчайшие сроки. Строились силами нашего районного пинского ЖКХ. Устанавливали они тоже, за что им тоже огромное спасибо. Установили достаточно быстро. И тут же здесь появились дети. Идя со школы, возвращаясь с детского сада, дети сразу заполонили всю площадку. И было так приятно смотреть, что они такие яркие, все такие красивые. И на яркой красивой площадке. Мероприятие по торжественному открытию площадки с развлекательными играми, песнями и конкурсами подготовили работники местного Дома культуры. В Пинковичском селе и сполкоме уверены, что новый уличный игровой центр пустовать не будет в любую пору года. Нам очень нравится эта площадка. А что больше всего? Какие карусели больше всего понравились? Нам нравятся все горки, которые здесь есть. Я буду в друзья приходить, когда будет хорошая погода играть. Подарок оценили местные жители. Появлению нового детского спортивного сооружения рады не только дети, но и взрослые. Для них установлены удобные скамейки, где уютно расположившиеся родители, бабушки и дедушки будут наблюдать за своими детьми. Впечатления, конечно же, позитивные. Все очень красиво, здорово. Мы довольны, что нашим деткам, внукам сделали развлечения. Есть где погуляться, прийти после школы. И летом будет. Хорошо, мы рады. Бабушки, мы рады. Отличная площадка. В последнее время в Пинском районе за счет бюджетных средств установлено четыре похожих спортивно-игровых площадки. Еще одна за счет хозяйства. И эту добрую традицию намерены продолжить и в будущем году. Спасибо! По данным сотрудников Пинского РОВД, за 9 месяцев было совершено 165 краж из дачных домиков. И только в 62 случаях преступления были раскрыты, а виновные понесли наказание. Действенной мерой, способствующей сдерживанию роста такого рода хищений, сотрудники милиции считают, проведение профилактических мероприятий, конечно, лучший вариант установка охранной сигнализации. Однако эта мера остается довольно затратной для населения. И пока из 10 тысяч домов, расположенных в 92 садоводческих кооперативах, на охрану сотрудниками МВД поставлено не более десятка дач. Тем не менее, сегодня появились и альтернативные варианты защиты имущества. Многие начинают прибегать к использованию фото-видео ловушек, потому что имеется сейчас много организаций, фирм, которые могут предоставить такую услугу. Даже вплоть до с датчиками движения, при наличии сотовой связи оператора, приходит, можно осуществлять просмотр, картинки происходящего. Как минимум, говорят сотрудники РОВД, необходимо оборудовать дачные участки надежными запорами, а еще не хранить в осенне-зимний период, особенно на виду, ценные вещи, которые могут привлечь внимание воров. Именно так предусмотрительно поступил Валентин Тихомиров. Вывез в город свою механическую косу и водяной насос. Больше, говорит, злоумышленникам поживиться нечем, даже если они и проберутся в дом. Как случилось это с соседями. Всплеск преступлений фиксируется в осенне-зимний период, когда дачники заканчивают осенне-полевые работы и перебираются в город. Проникают злоумышленники и просто в пустующие или оставленные без присмотра дома. Вот, к примеру, этот участок в зоне риска. Стащить, а потом продать за бесценок или выменять на спиртное. Здесь есть что. Пожалуйста, на наглядный пример. Оставлено около кубометра, полтора блоков, пеноблоков. Соответственно, ограждения территории не имеются, окон не имеются, двери не вставлены. С правой стороны тоже самое пачки лежат блоки. Вот сумма полтора миллиона. Дверь не хочет, называется. Параллельно с профилактикой краж и сдач сегодня сотрудники РОВД ведут предупредительную работу и по сдерживанию преступности в отношении престарелых жителей района. Осуществляется посещение по месту жительства пожилых, престарелых, одиноких, а также проверяются лица социального поведения, проживающие совместно с данной категорией граждан. Пожилые люди, говорит Александр Архипенко, могут оказаться жертвой злоумышленников, которые под видом соцработников легко умеют войти в доверие и обокрасть, либо навязать втридорога какую-либо вещь. Гражданам необходимо быть бдительными и, как минимум, у посетивших их людей требовать удостоверения. А в случае малейших подозрений сообщать в милицию. Редактор субтитров А.Семкин